В год науки и технологий, количество новостей, публикаций относительно новых разработок, технологий и исследований растет. В частности, становится больше публикаций, например, о возрождении лунной эмиссии Луна-25, об исследованиях на ускорителях, о новой энергетике, о безуглеродном развитии России. Я Александр Бурмистров, это «Научная Россия». Здравствуйте! Сегодня мы говорим о том, как общество относится к научным публикациям. В Институте социологии РАН мы беседуем с членом корреспондента Российской академии наук, доктором социологических наук, Николаем Федоровичем Чернышом. Михаил Федорович, здравствуйте! Здравствуйте! Михаил Федорович, год науки и технологий. Как он повлиял на интерес общества к науке? И какие социологические исследования проводятся и что они говорят о популярности науки в России, в российском обществе? Вы знаете, год науки – это больше такое время, когда науку необходимо популяризировать, но дело в том, что в обществе и мире сложилась ситуация, когда науку даже не нужно популяризировать. Потому что наука оказалась последним рубежом, последним средством спасения для многих людей. Я сейчас говорю об эпидемии ковид. И как оказалось, что при всех прочих равных только научные исследования, наука способны остановить эпидемию, способны поставить ей пределы. И это осознание пришло, как мне кажется, во все сегменты нашего общества. Люди поняли, что есть ученые, которые денно и нощно работают над разработкой медицинских препаратов, вакцин, изучением этого нового явления. И вот, наверное, именно они являются для них настоящей защитой. Ну, кроме медиков, конечно, которые тоже лечат, но которые тоже опираются на научные исследования. Вот, мне кажется, это сыграло свою роль и год науки, конечно, который очень важен для людей, которые наукой интересуются. Но и общая ситуация, которая возникла в обществе, эпидемия, которая обострила внимание людей к достижениям науки. Не только же к медицине. Можно ли сказать, что вдогонку за медицинскими исследованиями люди ушли в другие области наук? То есть, за медициной сейчас развивается ядерная медицина. Соответственно, люди начали интересоваться реакторами и так далее. Так можно говорить? Можно, конечно, потому что медицина, конечно, стоит на довольно прочных основаниях. Основания, которые, конечно, формируются фундаментальной наукой. Это биология, например. И это генетика, как одна из отраслей современной биологии. Это науки о поведении. Потому что, конечно, медицина – это не просто есть некое описание клиник или больниц, но это еще и поведение людей, врачей, пациентов. И здесь социальные науки тоже играют важную роль в понимании того, как ведут себя пациенты, как ведут себя больные, как ведет себя средний медицинский персонал. Это еще и физика, как вы справедливо заметили, потому что новая медицина базируется на новейших достижениях физики. Это еще и культурология, и этнография. Это те области, которые изучают культурные особенности нашего поведения. Вы сейчас говорите, опираясь на какие-то социологические исследования, которые проводились, или это, в принципе, логичные выводы? Это, скорее, логичные выводы, потому что исследования, конечно, такие проводились. Их было довольно много и в прошлом, и в настоящем. Они, что называется, высвечивали определенные фрагменты взаимодействия общества и науки. Но то, что я сейчас говорю, это попытка резюмировать это взаимодействие, попытка понять о том, как складывается общий конвай этих взаимодействий. Ну, к примеру, в рамках феноменологической социологии проводились исследования медицины и того, что влияет на выздоровление пациентов. Как оказалось, важна роль врачей, это очевидно. Но все-таки решающую роль в выздоровлении пациентов, в том, как идет лечение, играет средний медицинский персонал, те самые медсестры, на которых мы зачастую не обращаем внимания. И этот вывод помог врачам, клиникам исправить положение, улучшить процесс выздоровления для пациентов, обратив особое внимание именно на средний медицинский персонал, на его квалификацию, на его взаимодействие с пациентом. Вот просто один из примеров. Сейчас вы упомянули пандемию как такой стимул к популяризации науки. Но если оценивать в более долгосрочной перспективе и исторической, вот какие факторы социальные, может быть, влияют на тот или иной баланс этого интереса? Вы знаете, наука – это часть нашей жизни, важнейшая часть жизни современного общества, один из важнейших институтов, можно сказать, одно из важнейших достижений России заключается в том, что мы выстроили в стране, в обществе такой институт, как наука. Давайте пересчитаем по пальцам страны, у которых есть большая наука. Сколько их будет? То есть, если мы посмотрим на действительно большую науку, то мы увидим, что таких стран, наверное, ну, пять, скорее всего. Мы – США, Великобритания, Франция, когда-то Германия, сейчас Китай, которая пытается делать большую науку и вкладывает в нее огромные деньги. Вот, собственно, страны, их всего-то несколько таких стран. И мы в этой маленькой элитной группе стран, имеющих большую науку, то есть, имеющих возможность в этом вопросе осуществлять водительство по отношению ко всему остальному человечеству, сообщать ему какие-то смыслы и какие-то открытия. Вот, мне кажется, это здорово. А все-таки, вот, факторы. Начнем с какого-то небольшого, короткого исторического экскурса. Мы все-таки все, ну, не все, вы-то нет, мы молодые все ребята, но я имею в виду даже вот мое поколение, мы все вышли из Советского Союза, мы все. А Советский Союз был государством, которое было сцентрическим, то есть, ориентированным на науку. Да, мы понимаем все недостатки подобного подхода, мы знаем все его ограничения, но в этом государстве активно популяризировалась наука. Наука считалась той областью, которая содержит и сообщает обществу конечные смыслы жизни. Вот именно это отношение к науке и было привито значительной части нашего населения. Наше население привыкло мыслить научными категориями, и даже тогда, когда оно, к примеру, пытается перейти на рельсы каких-то иных суждений, пытается выбрать иную канву жизни, там, я не знаю, увлекаясь какой-то эзотерикой, все равно используется научная терминология. Иногда выглядит абсурдно, правда? Но, тем не менее, наука, что называлось, въелась в саму плоть российского общества. Вместе с образованием, вместе с существованием большой науки, вместе с историей наших великих достижений в области науки. И она стала нашей частью. Мы поняли, что она может быть и силой, и славой российского общества. То есть, нельзя говорить о том, что сейчас интерес общества к науке меньше, чем в Советском Союзе. Это развитие, толчок, который был тогда дан, продолжает двигать этот интерес, эту популярность вперед. Ситуация, конечно, парадоксальная. Толчок, который был дан, безусловно, продолжает сохранять статус науки на высоком уровне. Например, исследование, которое было проведено в прошлом году, показало, что уровень доверия Академии наук Российской Федерации в российском обществе на втором месте. Люди доверяют науке, доверяют Академии наук, как институту, даже больше, чем многим другим функционирующим институтам российского общества. Это, мне кажется, хороший показатель для нас. Кто на первом месте? Армия. Кстати, доверие. И отчасти возвращаясь к пандемии. Пандемия сформировала в свое время беспрецедентное количество научных публикаций, в том числе слухов, в том числе фейков и публикаций антинаучных. Не подорвала ли эта ситуация доверие к науке, когда люди, доверившись определенным фактам, допустим, антинаучным, в итоге в своей жизни не нашли им подтверждения. И, исходя из этого, интерес к науке у них снизился. Интерес и доверие. Видите ли, в чем дело. Наука – это дискуссионная область. В науке идет непрерывная рефлексия, непрерывная дискуссия по самым разным вопросам. В науке нет и не может быть единственного верного учения, единственного правильной точки зрения. В этой есть особенность науки. В этом ее огромное преимущество. И, конечно, когда общество сталкивается с этими дискуссиями, видит, что одни говорят, давайте обязательно прививаться, другие говорят, в этом есть какие-то побочные эффекты, опасности, оно не всегда может справиться с этим многообразием точек зрения. И возникает вопрос о том, что делать, как себя вести в этой ситуации, когда даже среди ученых нет единой точки зрения. Но дискуссия среди ученых как раз и служит тому, чтобы люди, в конце концов, ученые, в конце концов, выработали некую общую позицию, относящуюся к конкретной ситуации, в которой мы находимся. И эта позиция уже выработана. Надо прививаться. Надо прививаться. Побочные эффекты уже в значительной степени изучены. По крайней мере, те, которые наблюдаются в самом ближайшем будущем. Дискуссия продолжается. И она должна продолжаться. Потому что в этом суть науки. Вот недавно записывал интервью с психологом, профессором Академии наук. И он сказал о том, что низкий уровень вакцинации, достаточно низкий, в России – это одна из причин этого, именно дискуссии среди научного сообщества. Причем дискуссии открытые, дискуссии в научных публикациях, дискуссии в новостях. И когда люди видят, допустим, двух академиков. И даже неважно, допустим, один российский, второй американский. А то и оба российские, а то и оба американские. Но у них две диаметрально противоположных точки зрения. Они не знают, что делать. И тогда не делают ничего. А в данном случае не идут прививаться. Вот такая открытость научных знаний в дискуссионном формате, она должна быть? Она, конечно, должна быть, потому что только так ученые вырабатывают некую общую позицию по каким-то вопросам. Только так они, споря друг с другом, опровергая друг друга, они приходят к некой общей точке зрения, которая, как мы с вами видим, сейчас возобладала. Что касается низкого числа привитых, то, знаете, мы провели исследование в прошлом году, вернее, даже два исследования провели по поводу ковида. У нас было два исследования по поводу ковида, и мы выяснили такую вещь. Дело в том, что, да, привитых у нас было, по данным последовательного исследования, около 30%, но около 30% кроме этого сказали, что они переболели. То есть, то, что у нас такое количество людей прививается, а кто-то не прививается, это люди, которые считают, что они переболели. У которых есть на этот счет достоверная информация. Поэтому они просто не идут и не прививаются, потому что считают, ну а зачем им еще раз прививаться. То есть, вот эти 30%, их нежелание идти прививаться, это не отсутствие доверия к науке? Это просто вот такая ситуация, когда люди уже переболели, у них есть антитела, и они, опираясь на данные науки, зная, что у них есть антитела, опираясь на данные тестов, они знают, что им сейчас можно и не прививаться. Ну, кстати, опять же идет дискуссия о том, что нужно ревакцинироваться через полгода и так далее. Поэтому вообще, наверное, можно говорить о том, что этот вопрос в какой-то мере продолжается с коронавирусом. Продолжается и будет продолжаться, пока существует коронавирус, как угроза и на индивидуальном, и на общественном уровне. И с этим ничего не поделаешь, и с этим не надо ничего делать, потому что научные исследования идут постоянно, лаборатории денно и нощно работают над пониманием того, что такое этот вирус, и как он может повлиять на судьбу людей, на общество. Эта работа не прекращается ни на день, и каждый раз появляются новые данные, но и новые препараты. Мы с вами видим, например, на общем собрании Академии наук, Академик Сергеев представил новые разработки Академии наук. И среди них, например, вакцины, которые будут вводиться в виде коктейля. Или вакцины, которые будут просто закапываться в нос. Но это уже новый уровень. Это новый уровень прививания, это гораздо менее болезненный для людей уровень прививок. И мягкие вакцины, которые будут смягчать заболевания, снижать количество осложнений. В Сколково, если мне не изменяет память, разработан тест, который позволяет определить наличие ковида и его тип в течение буквально нескольких секунд. И это все научные достижения. Наука продолжает работать. И все эти публикации должны быть в открытом доступе. Все это должно быть. И все это часть общего процесса. Научного процесса. Который многообразен. Который, конечно, касается не только ковида. Но вот в этой особо важной для современного российского общества области. Он тоже должен продолжаться. И он будет влиять на уровень нашего благополучия в будущем. По поводу научных публикаций. Есть ли какие-то исследования или понимание того, в каком формате, в каком виде общество более активно, скажем так, потребляет научную информацию. И это поможет ответить на вопрос, а как нам дальше популяризировать науку и ее развивать. Вот есть ли подобные исследования, как людям удобнее, комфортнее, более, может быть, они доверяют каким-то формам. Ну, вот смотрите. Вообще популяризация науки – это какое-то особое направление, особая область. И здесь далеко не все еще сделано. Здесь мы должны двигаться дальше. Мне кажется, что мы еще и советского-то уровня в этом смысле не достигли. Там хотя бы была масса научно-популярных журналов, которые были исключительно популярны не только среди ученых, но и среди молодых людей. Люди читали. Молодые люди читали там «Знания и силы», «Наука и жизнь», готовили себя к жизни в науке, любили науку. Это «Техника молодежи». Это были все журналы, которые имели миллионные тиражи. В какой-то момент мы это утратили. В какой-то момент наука в российском обществе утратила свой статус в постсоветское время, особенно. Очень много говорилось о бизнесе, очень много говорилось о том, что надо зарабатывать деньги, еще что-то. Наука как смысл откатилась куда-то в сторону. Это процесс 90-х? Процесс 90-х, который мы до сих пор еще пока не преодолели. В те времена зарплаты ученых опустились ниже планки выживания. И, конечно, это повлияло на жизнь ученых. Многие уехали тогда работать за рубеж. И это была огромная потеря для страны. Огромная потеря для страны. И огромная потеря для самого процесса популяризации науки. Если люди уезжают, если ученые не относятся к числу успешных категорий в российском обществе, на что мы рассчитываем? Кто пойдет в науку из молодых людей? Приток молодых людей в науку замедлился или почти остановился в 90-е годы. И сейчас необходимы особые усилия для того, чтобы этот поток возобновился. Ну, кстати говоря, о популяризации науки, об интересе общества. Это же люди, которые этим интересуются. Они есть будущие ученые, академики, профессора. Поэтому, во-первых, научно-популярные журналы, книжки, которые все читали в школе уже, и которые читали за поем. Потом это, конечно, соответствующие передачи, рубрики на телевидении, в средствах массовой информации, порталы в интернете, которые тоже освещают достижения в области науки и обсуждают состояние дела в российской, да и зарубежной науке. И это соответствующие рубрики разделов в популярных изданиях, тех изданиях, которые читают все. Я уверен, что большинство людей, даже не очень сведущих науке, с большим интересом читает рубрику «Наука» в любом из популярных изданий, ища там какие-то ответы на важные для себя вопросы о том, какие достижения есть у ученых, что сулит нам науку в ближайшем будущем, можно ли надеяться на научные достижения при поисках ответа на какие-то важные вопросы, касающиеся здоровья, например. Вот это все читается. Но не перегорает ли публика, общество определенным количеством новостей? Если вспомнить 2020 год, середина начала пандемии, я сейчас говорю, наверное, про лето, про осень 2020 года, когда каждая третья публикация была посвящена ковиду, и в обществе лично я слышал такие выражения, что «Ой, да надоели они с новостями по ковиду». Я уже просто не буду этого читать. Да, надоели, но потом все равно бегут. И все равно читают. Говорят, говорят, но интерес настолько острый и настолько важный этот вопрос, что избежать его все равно не удастся. Все равно мы знаем, что вот это, то, что делает наука, это может быть единственное, что может нас защитить в это время. Кстати, возвращаясь к доверию к науке и вакцинации. Возникла ситуация, когда в России был разработан спутник Ви. Тогда наши ученые, ни один академик, ни два, но достаточно большая плеяда выступала за то, что прививайтесь, мы разработали вакцину, она сейчас станет доступна. И тогда отмечалось определенное и достаточно сильное недоверие к спутнику Ви, которое переросло в какую-то планку, и это доверие вышло на определенный уровень позитивный только после публикации в журнале Lancet. Нашим не верят журналам, а их журналам верят? Хороший вопрос задаете. Ну, как вам сказать, вот спутник Ви, конечно, вышел, но ведь значительная часть населения, даже образованного населения, до этого момента была уверена, даже тех, кто находится в рядах российских элит, знают положение дела, были уверены в том, что наука, российская наука, если не мертва, то близка к этому состоянию, что она уже не способна на что-либо. И вдруг появляется такой неожиданный продукт, который говорит о том, что нет, у нас есть и мозги, и технологии, и мы можем это делать. Вот вы сразу бы поверили в это? Потребовалось время. Потребовалось время, и потребовалось подтверждение, которое мы получили из уважаемого журнала, который вы назвали. Здесь есть еще один момент, такой темноватый, который мы стараемся обходить вниманием, но тем не менее он имеется. Дело в том, что современное состояние науки таково, и уровень отчетности, который налагается на российскую науку, таков, что мы отчитываемся публикациями прежде всего в журналах, индексируемых в зарубежных базах данных. Таково условие, которое налагается на нас в министерстве. То есть наша собственная управленческая элита, наши собственные органы управления наукой требуют от нас, чтобы мы подтверждали свою квалификацию, публикуясь в зарубежных изданиях. Так что же мы ждем от общества? Но там, может быть, именно эта ситуация, именно эти требования публикации в зарубежных журналах позволяют нам устойчиво держаться в той пятерке, о которой мы говорили, стран, среди которых есть крупная наука, а именно в озвучиваемом пространстве. Здесь мы все-таки в значительной степени еще пока приедаем или живем прежним багажом здесь. А что касается того, как нам удержаться в этой, в числе тех стран-лидеров в области науки, то здесь, конечно, нет какого-то одного волшебного метода, который нам позволит это сделать. Нам и уж, конечно, не количество публикаций в зарубежных изданиях. Кстати, нас все равно обойдут, их много, и публикуются они необыкновенно активно в зарубежных изданиях. Но качество этих публикаций, все ли эти публикации хороши? Если перед нами ставится задача отчитываться числом публикаций, причем все возрастающим, не приведет ли это к инфлированию содержания внутри этих публикаций? Именно это сейчас и происходит. К сожалению, количественные показатели не решают этой проблемы. Проблема на самом деле заключается в общем состоянии науки и состоянии научного сообщества. Потому что если научное сообщество сильное, оно само начинает цензурировать само себя. И особенно на международном уровне. И на международном уровне тоже. У ученых появляется собственное достоинство, и внутри научного сообщества формируется мнение о том, кто настоящий, а кто нет. Кто имеет реальные достижения, а кто нет. И ученые, поверьте, самые жесткие судьи друг к другу. Для популяризации, для интереса общества к науке, как вы считаете, ученые должны выходить в народ? Со своими инициативами? Безусловно. А вот я говорю именно про собственные инициативы ученых? Обязательно. Это должна быть инициатива ученых, и серия лекций, которые они публикуют. Не просто образовательных лекций, а лекций, которые позволяют понять, что происходит в науке, и какова позиция науки по самым важным вопросам бытия и жизни. Ну, например, общественные науки могли бы сейчас поговорить о состоянии современного общества, которое находится на переломе. О том, что такое современность, в какой фазе современности мы находимся, и что это всем нам сулит, в конце концов. Каковы могут быть последствия этих состояний? Или, например, физика могла бы нам рассказать, физики, ведущие физики могли бы рассказать о том, каковы представления современной физики о Вселенной. и это было бы, уверяю вас, это было бы удивительное, удивительный цикл лекций, удивительное изложение, потому что Вселенная только приоткрывается нам, там очень много тайн, и то, что приоткрывается, действительно производит удивительное впечатление на людей, которые знакомятся с этим, которые это слушают. Физикам есть что сказать. Кстати, по поводу физики, вы начали, возник вопрос такой. Большинство книг научной фантастики, которые сейчас позиционируются как классика, Стругацкие, допустим, Дюна, серия книг, они были выпущены в период Советского Союза, где-то тогда. Эти две связи, научная фантастика и научные публикации, они же наверняка связаны, и как-то одно другое дополняет. Конечно, вы знаете, для меня одним из признаков кризиса, в котором вошел Советский Союз в последней фазе своей жизни, на последнем своем этапе, было практически исчезновение фантастических фильмов. Фильмов, в которых люди напрягали свой ум, для того, чтобы понять, какой может быть мир, и каким может быть будущее. Вот просто из телевидения эти передачи вычеркнуты были. До этого их было довольно много. Мы помним, даже в 60-е годы снимались фильмы, которые сейчас просто находятся в золотой коллекции. Фильмов фантастических, там «Человек-амфибия», например, прекрасный фильм с прекрасными актерами, или какой-нибудь старинный фильм «Планета буря о полетах на Марс», о которых мы только сейчас вновь начали мечтать. Ну, то есть, тогда снималась куча фильмов, и это говорит о том, что в обществе есть будущее. Как только фантастика исчезает, как только наука входит в состояние кризиса, то и общество входит в состояние кризиса. Из общественного сознания уходит видение будущего. И предположение о будущем, о том, что будущее вообще существует, это один из признаков того кризиса, в который вступает общество. Мы должны быть к этому внимательны. Может быть, это вкусовщина, но я не вижу ярких фильмов современных. Ну, как вам сказать, сейчас мы живем в глобальной культуре, и сейчас наш кинематограф вообще переживает не лучшую свою фазу. Ну, это моя, собственно, личная точка зрения. В основном он обращается к прошлому, к войне или еще к каким-то другим эпизодам из прошлого. Прошлое доминирует в кинематографе, будущего очень мало. Такое чувство, что мы боимся будущего. Что мы боимся даже думать о будущем. А о нем надо думать? О нем обязательно надо думать, потому что в лучшие времена наше общество думало о будущем и строило это будущее. Конечно, оно может оказаться другим, но это не означает, что процесс думания о будущем должен прекратиться. Если мы перестанем думать о будущем, оно исчезнет. Говоря о будущем, в какой-то момент пандемия выйдет на, скажем так, плато, на уровень опасности того же, скажем, гриппа и уйдет из новостных лент как топовая новость. Я надеюсь, что это случится в ближайшем будущем, но пока прогнозов в принципе никто не строит. Но тем не менее, вот та встряска, которая дала пандемия по поводу интереса к науке, она завершится. А что может быть следующей встряской? Экология. Ну, сейчас уже мы видим эту борьбу. Ученые говорят, посмотрите, что происходит. Атмосфера разогревается. Тают ледники. Погода меняется. Мы сами этому являемся свидетелем. Да, даже у нас, в России, в стране с умеренным, в общем-то, и северным климатом, мы видим разного рода аномалии, постоянно случающиеся. То в Крыму, то на Черноморском побережье и Кавказа. Взяли и залили все. Но недавно же выпускали шестой тонн исследований. Так что, видите, происходят некие серьезные изменения, касающиеся жизни каждого. И здесь возможны и, наверное, произойдут серьезные изменения и в обществе, и в природе, исследовать которые может только наука. То есть, если сейчас интерес общества направлен на публикации относительно медицины, биологии, допустим, большей частью, то здесь будут читать, смотреть геофизика, геология, биология и все, что касается исследования атмосферы, океанов, все, что касается изучения физики и влияния космических тел на жизнь Земли, все это будет, безусловно, предметом изучения в этой ситуации. Причем пристального изучения, потому что от этого будет зависеть реально процесс выживания, людей на Земле. Или цивилизация закончится, или не закончится. А если мы будем это изучать, то в конце концов такова наша природа, мы найдем возможность остановить негативные процессы. А, кстати, возможно, проводились исследования относительно людей, которые интересуются научными знаниями. Я говорю не про ученых, я говорю про общество. Вот можно ли их, скажем так, классифицировать? Зачем они это смотрят? Кто-то, может быть, для прикладных каких-то своих целей, то есть, вот вакцина полезная или не полезная, кто-то, может быть, ищет более философские вопросы. Вот такие исследования проводились? Вот конкретно я могу вам сказать, что мы такой вопрос не задавали, и я не помню таких исследований у нас не за рубежом. Вот почему люди изучают, обращаются к науке. Вот у Карла Саган, такой известный популяризатор науки, есть такие размышления на эту тему. Он написал книгу «Демоны науки», где он говорит, что наука порождает не только знания, но и около знания клубятся всякие демоны, то есть, фантазия людей которые раскрепощаются каким-то знанием, сразу творит себе инопланетян или там какие-нибудь необыкновенные лучи, которые поражают людей или еще что-то такое. Конечно, было бы важно, чтобы люди пользовались именно научным знанием, а не генерировали некое обыденное знание, исходя из некоторых представлений, их собственных представлений о состоянии современной науки. Вот. И понятно, что здесь есть разные резоны для обращения к науке, но мне кажется, важнейший из резонов обращения к науке, особенно в российском обществе, есть надежда. Людям хочется иметь надежду и веру в будущее. А так получается, что ответы на очень многие вопросы, касающиеся будущего, дает именно наука. Не только физика или биология, но и общественные науки. Общественные науки изучают общество, выявляя его болевые проблемы, обращая внимание общества на эти проблемы, вынося их на всеобщее обсуждение. Тем самым способствует тому, что общество избегает критических для себя состояний. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok